Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Я благодарю Бога, что сегодня имею эту возможность служить вам. И давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что Ты собрал нас в этот вечер, всех вокруг Тебя, вокруг Твоего Слова. Мы просим Тебя, чтобы Ты говорил в наши сердца, чтобы Ты готовил наши сердца к великому празднику Рождества, чтобы Ты менял наши жизни. Господь, используй меня, благослови меня и слушающих в этот вечер. Аминь. И сегодня тема, которую мы с вами будем обсуждать, называется «Бояться Бога». Восклицательный знак и выпросительный знак. Дорогие, более 60 раз в Писании показано, что Бога бояться надо. Мы читаем, что блажен муж, боящийся Господа. Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Мы читаем у Малахии, что о боящихся Бога пишется книга. И мудрый экклесиаст, он пишет, «Благо будет боящимся Бога, которые благоговеют лицом Его». Сегодня мы найдем ответ, должны найти ответ на два вопроса. Что же такое «Бояться Бога» и что такое страх Господень? Я бы, конечно, хотела спросить каждого из вас ваше мнение на этот вопрос. И я прошу, чтобы вы разместили в чате варианты своих ответов. Я предполагаю, что многие из вас напишут, что бояться Бога — это ненавидеть зло, что бояться Бога — это делать добро, искать Его волю, исполнять Его волю. И, конечно, бояться обидеть Бога своими поступками. Давайте посмотрим, что Слово Божие говорит о страхе. И псалмопевец в 110-м псалме пишет, «Начало мудрости — страх Господень». В 18-м «Страх Господень чист и пребывает вовек». А Иов в 28-й главе написал, «Вот страх Господень и есть истинная премудрость». Есть истинная премудрость. И у Исая 33-6 мы читаем, «Страх Господень будет сокровищем твоим». Мы, дорогие, все с вами находимся в поисках истины, в поисках мудрости, в поисках божественных сокровищ. И, знаете, у меня такое впечатление, что мы с вами близки к ответу, что мы с вами у цели. Если мы разберемся, что такое страх Божий, у нас будет и мудрость, причем истинная мудрость, и мы приобретем сокровища. Я хочу зачитать вам ответ известного православного служителя, протеерея Александра Мения. Вот что он пишет на этот вопрос. «Страх Божий — это не значит бояться Бога, как мы боимся молнии или электрического разряда. Страх Божий — это значит бояться потерять его, потерять чувство полноты, чувство вечности, чувство божественного. Это самое высокое поющее чувство в человеке, даже когда человек этого не сознает. Но он может потерять его и потерять надолго, а может потерять и навсегда. Вот чего следует бояться. И, дорогие, мы боимся потерять только тогда, когда мы это имеем. Это касается наших финансов, имущества, драгоценностей. Это касается нашей совести, чести, достоинства. Но, дорогие, чтобы бояться потерять Бога, нам нужно иметь Его, иметь с Ним личные, внутренние, глубокие, тайные отношения. Дорогие, знать о Боге и быть с Ним — это не одно и то же. Поэтому я хочу, чтобы мы сначала поговорили с вами, как его найти. Начну с того, что христианская вера — это не просто вера в учение, это вера отношений Бога и человека. Церковь, она создана на этой земле для того, чтобы помочь человеку встретиться с Богом и научить его строить отношения с Ним. И хочу привести слова пастора, которые он сказал, комментируя картину Рембрандта «Возвращение блудного сына». Это встреча двоих, отца и сына, главное событие Вселенной. Встреча двоих, отца и сына, это главное событие Вселенной. Истинная вера, дорогие, это живая вера в живого Бога, а религия — это попытка человека достичь Бога, попытка человека понравиться Богу через свои дела, добрые дела, понравиться через свое служение или посвящение. И в подтверждение этой мысли хочу привести слова нашего Господа, сказанные через пророка Исаия, 29 глава, 13-14 стих. «И сказал Господь, «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мной, есть изучение заповедей человеческих. Вот я еще необычно поступлю с этим народом, чудно и дивно. Так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет». И в современном переводе этот отрывок звучит еще ярче. «Сказал Господь, «Народ этот близок ко мне лишь на словах, лишь словами они меня чтят, сердца же их от меня далеки. Их страх передо мной лишь заповедь, усвоенная ими от людей». И, дорогие, многим людям кажется, что когда они ставят свечку в определенном месте или читают по сорок раз предложенную им молитву, даже если они участвуют в вечере Господней, или они заучили десять заповедей и стараются изо всех сил исполнить их, что как раз это и есть вера. Но, дорогие, живая вера — это попытка самого Бога достичь человека. И я хочу показать вам, как Бог достигает нас, пытается достичь нас на схеме. Я назвала ее «План Божьего спасения». Я сначала познакомлю вас с обозначениями, чтобы можно было вам понять ее и читать вместе со мной. Звезда Давида — это Бог. В центре мы видим человека и три его состояния. Мы видим, что человек у нас триедин, дух, душа и тело. Дух обозначен кругом, душа — сердцем, и треугольник — это тело. И мы с вами посмотрим, как меняется состояние человека и от чего это зависит. Я хочу попросить, дорогие, у многих из вас терпения, потому что я хочу говорить об истинах, которые вам давно знакомы и хорошо известны. Но мне важно представить всю картину с одной стороны и с другой стороны ради того одного человека, которому еще это неизвестно. Прошу терпения. Ну, приступаем к схеме. Бог сотворил небо, землю, человека. И цель сотворения человека — это общение с Богом и полная, и полная зависимость от Него. Это первое состояние, которое мы видим, это самое идеальное состояние. Я бы назвала это «Адам до грехопадения». И если вы помните, что это состояние постоянной связи с Богом, пребывания в покое, пребывания в Божьем присутствии, и Адам, он наслаждался жизнью. Ему было так хорошо, и Еве так хорошо, что они не смотрели на себя, не смотрели на внешнее, они даже не заметили, что они наги. Но, дорогие, пришел грех. И это не пить, курить и материться, как многие думают, это непослушание Богу. И мы видим, что грех он привел на эту землю смерть. Человек умер духовно. Давайте подробно поговорим о втором состоянии. Оно нам с вами всем знакомо. Мы рождаемся в нем, потому что все дети у Адама родились, к сожалению, после грехопадения. И мы рождаемся без Духа. Все, что в нас есть, это совесть начатки Духа. Давайте обратим внимание, что в этом состоянии у человека разрушены все связи с Богом. Что у него прекратилась связь с Творцом. Он потерял источник и силы, и потерял источник покоя, источник жизни. В нем образовалась пустота. И человек, он стал руководим своей душой. Я, мне, мое. Я знаю, я думаю, я считаю, я хочу. И человеку пришлось самому решать все его задачи и все его проблемы. Человек, созданный для общения, начал искать поддержку в других людях. И часто не находя ее, он начал рисовать себе, создавать себе идолов, кумиров и богов с маленькой буквы. И у каждого был свой бог. У кого-то это карьера, у кого-то семья, дети, образование. Для кого-то это наслаждение и удовольствие. И, дорогие, идолопоклонство, оно достигло такого пика и такой вершины в последнее время, когда люди узнали о воскресшем Боге, они начали использовать Его для исполнения своих желаний, решения своих проблем. Бог стал для них официантом или кладовщиком или мальчиком на побегушках. Человек пытался заполнить свою пустоту самостоятельно, но ее нельзя ничем заполнить. Это место принадлежит Богу. И конец этому состоянию вторая физическая смерть. я хочу обратить ваше внимание, что у разорванных отношений есть и вторая сторона. Это наш Господь. Вы когда-нибудь думали о том, каково Ему это одиночество? Бог остался одинок, и Он видел, как сотни лет на жертвенниках лилась кровь миллионов животных и птиц. Но ничего не менялось, и человек он не искал Бога, не стремился к Нему. Потому что сила животного, она бессильно разрушит силу греха. и только кровь самого Бога способна ее разрушить. Дорогие, если вы читали в Ветхом Завете о Скинии, то помните, что там была завеса, которая разделяла святое место и святое святых. И это был Иисус. Иисус, Он видел состояние людей, которые грешили и каялись, каялись и грешили, и видел одиночество Бога, и видел великую любовь к людям. И рождается великий план спасения. Иисус, Он приходит на эту землю. Он приходит чтобы умереть, чтобы сила крови Его лишила греха силы. И в результате была побеждена смерть. И, дорогие, только Иисус распятый на кресте совершенная жертва за грех. но это еще не все, дорогие. Мы помним, что на кресте Иисус провозгласил совершилось. И эта завеса в храме, она разодралась сверху донизу. И Дух Святой, который был за этой завесой, Он излился на эту землю. Дух Святой, тот Дух Святой, который участвовал в творении, это тот Дух Святой, от которого был зачат наш Господь, это тот Дух Святой, который воскресил нашего Господа из мертвых. И Писание говорит, это Дух премудрости и откровения, это Дух Совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И у Духа Святого на этой земле есть своя цель. Прежде всего, заполнить эту пустоту в человеке, которая принадлежит Богу. Дать человеку второе новое рождение. Помните, как Иисус сказал Никодиму, «Надобно вам родиться свыше». И самое главное у Духа Святого восстановить отношения человека с Отцом. Восстановить отношения человека с Отцом. Пользуясь случаем, дорогие, я хочу еще ответить на один вопрос, который задают особенно новообращенные. «А почему это радостная весть? А почему это благая весть?» Или другие переводы говорят «хорошие новости». И я, дорогие, увидела пять моментов радости. Хочу с вами поделиться. Первая радость, что это не ты виноват в разрыве этих отношений. Это первородный грех нашего прадеда Адама. второе, что Бог инициатор нашего спасения. И Он пришел на эту землю, чтобы поднять нас с тобой на небеса. Третья радость, что спасение нам с тобой даровано даром по благодати. Это Божий дар, чтобы никто не хвалился. Это не отдел. Четвертая радость, что нам с тобой немудрым и незнатным людям этого мира открываются тайны Царства Божьего. Нам открывается мироздание и открывается будущее. И самая большая радость, я думаю, что сам Иисус, Он поселяется в наших сердцах Духом Своим Святым. И именно эта близость с Ним меняет нас. Главный вывод, который я хочу сделать по этой схеме, что Иисус пришел восстановить личные отношения каждого человека с Небесным Отцом. В подтверждение хочу привести слова пророки Иеремии, 31 глава. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон моего внутренности их и на сердцах их напишу его и буду им Богом, а они будут моим народом и уже не будут учить друг друга брат брата и говорить познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого говорит Господь, потому что я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомину более. Дорогие, если ты принимаешь эту радостную весть в свою жизнь и в твое сердце, ты входишь в завет с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. И знаете, это как переживание первой любви, когда тебе хорошо просто потому, что Он есть. Тебе радостно просто потому, что Он с тобой. И дорогие, все, что мы с вами боимся потерять, это потерять эти близкие отношения с Ним. Помните блудного сына, когда Он вернулся, Он уже ничего не хотел иметь от Отца. Он просто хотел быть с Ним рядом, быть в его доме, хотел служить ему, помогать ему. И делал он это не потому, что хотел понравиться отцу, потому, что любил. Потому, что любил. И дорогие, напомню, что когда сын ничего не хотел от отца, отец дал ему все. царскую одежду, и откромленного тельца, и перстень, символ власти. Я хочу, чтобы Слово Божие еще раз убедило вас в том, что Иисус, Он очень близко. Бог, Он очень близко с нами. И хочу, чтобы мы прочитали послание Колосином первая глава с 26 стиха. Тайну сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святыми его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы сей для язычников, которое есть Христос вас упование славы, которое есть Христос вас упование славы. Дорогие, это местописание я открыла по-новому на молитве тишины, именно на выезде тишины созерцания, и это изменило и мою веру, и мою жизнь. Дорогие, если внимательно посмотрим, то эта тайна была сокрыта веками и родами, но сегодня нам с вами, язычникам, она открыта. И здесь дважды сказано о богатстве, богатстве славы и уповании славы. Мы ищем Божьей славы, и когда что-то сбывается, мы говорим, Божья слава пришла, но мы читаем, что Его присутствие в нас, это и есть слава Божья. Еще одно местописание, чтобы утвердить вас в близости Божьей, это второе послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследовайте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, и внимание, разве только вы не то, чем должны быть. И, дорогие, Павел в посланиях Ефесина молится, верою вселить Христа в сердца ваши. И вера, она нам дана, не просто рассказывать людям, делиться Евангелием, цитировать какие-то местописания, демонстрировать свою духовность. Павел говорит, вера прежде всего нам дана, чтобы вселить Бога в свое сердце. И, дорогие, это процесс, вы не можете вселить Бога в сердце от моего призыва. На это надо время, надо время, чтобы прописать его. И я хочу поделиться с вами своим примером и на этой неделе 23 числа исполнилось 27 лет, как я примирилась с Богом. И я знала, что Бог, Он в проявленном мире, что Он в восходах, закатах, что Он в водопадах, Он в каждом листе и цветке. И я любовалась Его творением. Я знала, что Иисус, Он воскрес и сидит одесную Бога Отца Всемогущего. И дорогие, когда я хотела, когда мне было это удобно, было желание моего сердца, я приходила к Богу, я прославляла Его, молилась, плакала, стояла на коленях, Я Его просила о помощи и потом уходила, дорогие, возвращалась в свою жизнь. Но когда я прочитала и увидела, и пастор показал нам это место на выезде тишины, что Христос во мне, первое, что я пережила, это страх и стыд. мне было так страшно, что Бог знал все мои мысли, всякие глупые, похотливые, всякое лицемерие, хотя мне казалось, что я так старательно прикрываю все, играю. И дорогие, я благодарю Бога, что это был выезд тишины, и мы находились в тишине около пяти дней, и была возможность обдумать это. Но первое, что я сказала, было нет. Я не хочу иметь Бога так близко. Это же все меняет, это же другая жизнь. жизнь. И я благодарю Духа Святого за его мудрость и за то слово, которое он мне сказал, что закончится твой театр, и ты будешь настоящий. И я благодарю Бога за ту перемену и в вере, и в жизни, которую произвело во мне Слово Божье. Дорогие, и мы должны не просто вселить Бога в свои сердца, мы должны любить Его. И вы помните первую и главную заповедь, которую мы читаем во всех Евангелиях и у Матфея, и у Марка, и у Луки, что мы должны возлюбить Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всей силой, всем разумением своим. И если вы были внимательны к Священному Писанию, то вы, наверное, увидели эту закономерность. Смотрите, любящим Бога все содействует ко благу. Мы читаем в римлянах, у Павла мы читаем, что не видела того глаз, не слышала того уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил он любящим его. И Иоанна, Евангелие от Иоанна, 14 глава, она очень насыщена. И в 21 стихе мы читаем, «Кто кто имеет заповеди и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его, и внимание, и явлюсь ему сам». И в 25 стихе «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его». И внимание, «И мы придем к нему, и обитель у него сотворим». И хочу привести еще 90-й псалом. Я думаю, все его любят, и многие с него начинают читать Священное Писание. И там есть замечательный 14-й стих. «За то, что он возлюбил меня, за то, что он возлюбил меня, избавлю его, прощу его, потому, что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу. С ним я в скорби избавлю его, и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение мое». Дорогие, пришло время любить Бога. Пришло время любить Бога по-настоящему. Больше посвящать время, учиться переживать его присутствие, ничего не просить, просто побыть с ним вместе и говорить ему о своей любви. Начни любить Бога и скажи ему сегодня «Да». Дорогие, это великая благодать, великая милость Божья, что мы с вами можем любить самого Бога. Вы спросите «А что же со страхом Господнем?» Дорогие, страх Господень бояться Бога, это бояться потерять этих отношений, бояться потерять этой связи с Ним, потерять прежде всего отношения с Иисусом и через это отношения с Творцом Небесным. Дорогие, почему мы должны бояться? Бояться, потому что мир, он нацелен на то, чтобы порвать наши отношения с Ним, помешать этим отношениям и увлечь нас в суету своего мира. Страх Господень, это еще благоговеть перед Богом. Страх Господень, это глубочайшее почтение, которое приходит к нам от осознания Его величия, беспредельного величия. И, дорогие, страх Господень, это трепет, который мы переживаем от Его постоянного присутствия внутри нас. И мы имеем почтение Богу не не только за то, что Он совершил и сделал, но за то, что каждому из нас, тебе и мне, доступна эта новая жизнь со Христом Иисусом, это новое рождение. И хочу, чтобы мы с вами вернулись к местописаниям, которые мы читали в начале в псалмах. И я думаю, что они сейчас зазвучат совсем по-другому. Начало мудрости страх Господень. Страх Господень чист и пребывает вовек. Вот страх Господень истинная премудрость. И Исаия сказал, страх Господень будет сокровищем Твоим. И давайте, дорогие, помолимся, поблагодарим Бога. Дорогой Небесный Отец, спасибо Тебе, что Ты полюбил нас, когда мы были еще грешниками. Спасибо Тебе, что Ты любишь нас без всяких условий, своей вечной великой любовью. Мы благодарим Тебя за все дары и подарки, которыми Ты благословил нас за веру, за Слово Божье. Мы благодарим Тебя за Духа Святого. И мы просим Тебя, Дух Святой, чтобы Ты учил нас искать и еще больше любить Бога. Спасибо Тебе, Господь, за Твою искупительную жертву и благодарим Тебя, благодарим Тебя. И сегодня мы говорим Тебе «Да». на Твою любовь, Великий Отец, мы говорим Тебе «Да». Спасибо Тебе, Господь, за благодать. Спасибо Тебе, Отец Небесный, за безмерную любовь. И спасибо Тебе, Дух Святой, за общение со всеми нами. Увеличаем Тебя, прославляем Тебя, поклоняемся Тебя, Любим Тебя, Господь. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы благодарим вас за вашу жертвенность, за все десятины даяния, приношения, которые вы приносите в Дом Божий. Это великое благословение для дела Божьего. И пусть Бог обильно благословит вас. Мы просим вас еще раз посмотреть ролик о способах пожертвования. Будем верными в этом деле. Дорогие друзья, пожертвования можно внести любым удобным для вас способом. Способ первый. На сайте церкви New Life.ru в разделе поддержать нас с помощью платежного сервиса Робокасса ввести сумму и выбрать любой из предлагаемых способов оплаты. Способ второй. С помощью QR-кода, который также размещен на сайте церкви в разделе поддержать нас. Способ третий. Через сервис Сбербанк онлайн в разделе оплата услуг набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга. Реквизиты и полное наименование получателя встанут автоматически. Вам необходимо будет внести вручную сумму и назначение платежа. Пожертвование на осуществление уставной деятельности. Большая просьба точно указать именно такое назначение платежа. Способ четвертый. Любым другим безналичным способом по реквизитам указанным на сайте церкви newlife.ru в разделе поддержать нас. Если у вас возникают вопросы о способах пожертвования, вы можете задать их по телефону 8-912 22 333 02. Пожалуйста, не используйте этот номер телефона для перечисления средств. Он предназначен только для информации. третий. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»